Невероятно разношеного мужчины, конфеты золотой мёртвы, всех веселых, хоть бы нам пронесли. Красивая сказка зазвучала по-новому на сцене Дома культуры Дружба. По легенде, брат с сестрой отправились по свету искать синюю птицу. Зритель вместе с героями путешествовал по разным частям света, чтобы отыскать символ счастья и надежды. Вообще, это изначально Миттерлинг, есть такой французский режиссер. Он поставил новогоднюю феерию рождественскую, синяя птица, так называется. Её очень хорошо взрослые знают, дети сейчас поколения, к сожалению, не очень хорошо знают её. Спектакль совместили с отчётным концертом танцевально-спортивного клуба «Фортуна Дэнс». На такой весёлой и зажигательной ноте решили завершить старый год и встретить новый. Готовились долго, учили много, репетировали почти каждый день. Для многих артистов выходы на сцену в канун Нового года стали уже привычными. Это новогоднее представление. Мы с сентября месяца готовимся. Уже четвёртый год мы проводим новогодние концерты для детей, для родителей. Репертуар подбирали самые разные и современные танцы, и бально-спортивные. В числе последних красивый тандем – Арина и Женя. Оба занимаются более десяти лет, а вот в паре с этого лета. Это не так уж и долго, но молодые люди успели привыкнуть друг к другу. С высоты своего опыта готовы давать советы молодому поколению. Стремитесь к своим целям, занимайтесь, работайте, идите вперёд, всегда не смотрите назад. Да, надо больше тренироваться, даже после побед и после поражений ещё сильнее, и тогда всё будет ещё лучше. Такой концерт в Доме культуры «Дружба» далеко не последний. Впереди ещё много предновогодних постановок. А вот коллектив «Фортуна Дэнс» ждёт всех желающих в следующем году. Танцевально-спортивному клубу исполняется ровно 20 лет. Обещают особо грандиозную программу. Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс.